Меня зовут Айдор Бон, Тори Мнида и всем добро, с вами Тори. И периодически можно заметить, какая у некоторых айдолов идеальная кожа. Интересно, что же они такое делают? Может быть используют магию вне Хогвартса? Что ж, давайте разберемся с этим. 10 айдолов и 10 их секретов красоты. Баро, у которого очень жирная кожа, старается по максимуму избегать жирной пищи. Настолько, насколько это возможно, настолько, насколько это в его силах. Потому что масло, содержащееся в подобной еде, может вызывать акне. Генри назвал секретом своей безупречной и идеальной кожи чай. Он старается каждое утро, когда только просыпается, выпивать чашечку теплого чая. Джи Джон, вопреки сложившемуся мнению, утверждает, что у него кожа очень и очень чувствительная. И поэтому он старается избегать различных умывалок. И для умывания и очищения кожи использует исключительно обычную воду. Инна утверждает, что ее секретом является специальное питание для кожи. И это приготовленные помидоры. А вот Джи Хён утверждает, что его кожа не всегда была такой безупречной. И именно поэтому, когда у него появлялось свободное время, он сразу же делал маски для лица. Сан Гёль же использует концентрат салата латука в жидкой форме, чтобы его кожа всегда оставалась здоровой и блестящей. А вот Сан Джон Ги говорит, что секрет его молочно-белой кожи это молоко. Он старается умываться им каждый раз перед тем, как пойти спать. И также он всеми способами пытается избегать различных нагревателей, кондиционеров и всего прочего, чтобы не пересушить свою кожу. Сахет сразу после умывания использует масло для лица, чтобы удержать влагу и сохранить кожу здоровой. А вот Сан Джи Ён говорит о важности питьевой воды. Она старается выпивать как минимум 3-4 литра в день. И сразу же замечает разницу, когда она этого не делает. Но вот Сан Ёщи Дэ в полном составе сосредотачивает свое внимание на отшелушивании. Потому что без пилингов ваша кожа не будет дышать. А значит, она никогда не сможет стать здоровой. С некоторыми из этих пунктов я согласна. Ну а кое-какие из них ставят меня немножечко в тупик. Ну, например, пунктик с салатом латуком. Потому что, по моему мнению, это что-то очень и очень странное. Но когда-нибудь я все-таки попытаюсь это попробовать на себе. Может быть, это действительно работает. Ну а если что-то из этого вы уже применяли, то обязательно пишите мне об этом в комментариях. Мне будет очень интересно. Первого на дня! И поэтому спасибо! Сан Ёщи использует концентранцию лата-луту. Лату-тутуту-тутуту-туту-туту! Да!